Всем хулиганам, здравствуйте! С вами я, Домер! Сегодня, впервые в истории Майнкрафта, я собираюсь приехать в настоящую школу и провести полноценную контрольную работу по Майнкрафту. Для этого мы построили специальную карту с заданиями и вопросами и попросили каждого из них зайти на сервер с компьютера в классе информатики. Вы готовы? Да! Школьникам предстоит разделиться на две команды и побороться за главный приз, чтобы продвигаться по карте. Ученикам понадобится продемонстрировать как знание Майнкрафта, так и знание школьной программы. Ваша задача ответить на вопрос, какая это фигура. Я сам в шоке, но мне даже разрешили ставить ученикам оценки в настоящий журнал. Ну а победитель получит приз в 10 тысяч рублей. Кстати, напишите в комментариях, из какого вы города и в какой школе учитесь. Может, я к вам тоже приеду с проверочкой. Если вы хотите еще ролики в школе, давайте наберем 100 тысяч лайков. Слушайте внимательно, нельзя смотреть ролики без подписки и колокольчика. Не, ну правда, подпишитесь, тут до 6 миллионов чуть-чуть остается. Вам что, жалко? У меня радость будет полной штаны от того, что вы просто нажмете одну кнопку. И как раз быстрее увидишь ролик на 6 миллионов. Ну а я вам желаю приятного аппетита и мы начинаем. Всех учеников приветствую. Сегодня я буду вашим учителем по информатике. И у вас будет серьезная контрольная работа в Майнкрафте. Вы готовы? Да. Что-то у них какие-то лица кисают сегодня. Так, давайте еще раз, давайте еще раз, еще раз, еще раз. Вы готовы? Да. Все. Так, ну что ж, давайте тогда начинать. Говорю сразу. В конце этого урока каждый из вас получит свою оценку. И самый лучший ученик, который, ну, самую лучшую оценку получит по контрольной, мне сказали, что потом их можно выставить в журнал, тот получит ютуберку. Я согласен. Прямо сейчас я открываю проход и вы все заходите в эту дверь. Заходите, прошу. Как вы видите, перед вами два цвета. Это синие и красные. Прямо сейчас я вас попрошу разделиться на две команды. Кто хочет быть за синих, заходите, ну, за синих. Кто за красных, заходите на красных. Игроки как у вас поделились на две страны. То есть в этом ряду у нас игроки, которые играют за красную команду. А с этой стороны у нас игроки, которые играют за синюю команду. Так, сразу вопрос, сразу вопрос, вопрос. Кто капитан команды? Беф. Капитан синей команды? Беф. Название команды какое? Пилюля. Название команды пилюля. Так, вопрос. Кто капитан красной команды? Какое название вашей команды? Юрфак. Как? Юрфак. Юрфак. Мы должны вывести наш уровень так же, как мы вывели Гарвард. Юрфак должен победить. Отличная речь. А ну, ты замотивируй свою команду. Ну, так как мы команда пилюля, сегодня мы раздадим этой команде таких пилюлей, что они познают, что это так. Прямо сейчас ваше первое задание. Под этой картой спрятаны, получается, алмазы. И ваша задача найти как можно больше алмазов. Также здесь спрятаны сундук. Ваша главная задача добыть как можно больше ресурсов, чтобы в конечном финальном ПВП у вас было больше шансов выиграть. Понятно? Раз, два, три. Поехали. Две минуты пошло. Прямо сейчас начинайте копать. Так, пока что на данный момент команда синих докопалась уже как раз таки до камня. И на самом деле, на самом деле, один из них достаточно близко к сундуку. Я, конечно, подсказываю, но главное, что он не знает, про кого именно я говорю. Так, посмотрим, что там у нас с командой красных. Первый алмаз! Команда красных, на самом деле, выбрала достаточно такой интересный путь. Но самая главная их задача найти как можно больше алмазов на команду, которые в дальнейшем пригодятся их финальным ПВП. Посмотри! Стоп, стоп, стоп! Что? Это что такое, Баб? Я не знаю, это не мое. Оно так было. Ты капитан команды! Пацаны, у меня ничего не было. Да, да, я сам. Что? Что? А зачем ты включил? Я не включал, оно само было. Само, да, было? Я вообще-то видел твой монитор. Сиди там. Вон, да, говорят, забанить. О, алмазы нашел. Без экстрея, как? Алмазы без экстрея. Хотя, да ты же к нему копался с экстреем. Мне удивительно, что ты его нашел. На самом деле, если так-то посмотреть, то вы очень... Ну, точнее, команда красных очень близко находится к сундуку. Знаете, что самое забавное? Что команда синих выкопала практически целый туннель, где они копаются вдвоем. Но так и не нашли вот этот сундук. Где на самом деле лежит очень приятный подарок. Красные сейчас... Нашли первый сундук! Так, и они нашли только что. Получается, золотое яблоко, которое поможет им в финальной битве. Но, правда, они почему-то ломают сундук вместо того, чтобы его открыть. Вы, конечно, молодцы! Я вас поздравляю! У вас остается 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1... Все, стоп! Время вышло, стоп! Время вышло! И сейчас у учеников будет ровно 30 секунд на то, чтобы дать правильный ответ на вопрос, какая это фигура. Ну что ж, давайте начнем контрольную работу с Бэфа. И, как вы поняли, есть три варианта ответов. Это трапеция, параллелепипед и параллелограмм. Давай, отвечай, что это было на рисунке? Параллелепипед! Да что ты! Минус один сразу, сразу, дурачок! Что это такое? Ты уверен? Да. И это правильный ответ. И так как времени оставалось совсем немного, оставшимся ученикам пришлось отвечать в спешке. Сейчас посмотрим, все ли ответят правильно. И последний ответ. Итого, у нас получается 4 ученика из команды синих ответили правильно, кроме Бэфа. Бэф, ты что тут забыл? Спаван Бэф. Все, до свидания. Команды красных тоже три. Поэтому у них получается равная награда. Повезло, повезло. Кто забрал мои алмазы? Перед вами находится двухэтажный дом. И задача каждой из команд загриферить этот дом быстрее команды противников. Побеждает та команда, которая быстрее загрифери его дом. На счет три начинаем. Готовы? Раз, два, три. Все, погнали, начинаем гриферить. На самом деле здесь у нас есть профессиональный ученик Кирилл Билл, который построил вот эту постройку. Что это такое? Ну что могу сказать, в команде красных они умудрились построиться до самого верха. И они серьезно хотят стырить алмазный блок. Так, надо срочно поменять эту крышу, а то что-то непродумано немного. Ребята, я все понимаю, но мне кажется, они нашли золотую жилочку. О которой я даже не подумал. Реплейс 57 на 5. Все, вот такая крыша, нормально. И слушайте, на самом деле команда красных только что умудрилась загриферить один шалкер. И они пытаются загриферить вот этот сундук. Посмотрим, как дела обстоят у команды синих. На самом деле команда синих только что пыталась стырить три шалкера, но они никак не могут достать просто-напросто один блок, который им мешает. Смотрите, пришел капитан команды, двигает шалкера, двигает, все сносит, все ему не так. Ну на самом деле команда синих только что добыла как раз таки первый свой шалкер. И на самом деле, Бэф это делает достаточно быстро. Два шалкера. Ну ладно, посмотрим, как дела у команды красных. Только что команда красных добыла свой первый шалкер. Я их поздравляю. И на самом деле, у них на первом этаже осталось всего 4 шалкера. Посмотрим, как дела обстоят у команды синих. Посмотри, просто пацаны, смотрите, сколько я шалкеров-то залутал. Йе-ху! Команда синих практически загриферила весь первый этаж в своем доме. И у них остается еще, как минимум, куча сундуков. Я не знаю, будут ли они гриферить, либо же нет. Но, как вы понимаете, на втором этаже тоже спрятаны шалкеры. И если они прямо сейчас загриферят все эти шалкеры, то их команда автоматически побеждает. Но они могут сейчас попробовать сделать акцент на сундуках, что делает как раз-таки сейчас и Бэф. Прямо сейчас у меня получилось загриферить первый сундучок. Вон там вот сейчас в воротке перекапываются ресурсы. Отлично. И вот этот сундук загриферим и этот. Покажи свой инвентарь. О! Сколько их? Что у тебя тут такое? Что это мы тут делаем? Мы пытались скрыть с помощью вагонетки. Хорошо, так. Вы посмотрите, что он делает. А ну. Вместо того, чтобы вы понимаете гриферить дом, вы посмотрите. Он железной киркой пытается сломать бедрок. Так, все. Замена, замена, замена. Все. Серьезно? Ну все, контрольная для тебя окончена, поздравляю. Ну, пока. Замена. Команда синих остается загриферить только второй этаж. И на этом они закончат. Ну, если, конечно, капитан их команды успеет это сделать. Сейчас посмотрим, что делают ученьки. Посмотрим, что тут капитан. Наконец-то капитан делает что-то полезное. Ну, хотя бы не читерит. Я не читерил. Стоп игра. Стоп игра. Итого, команда синих смогла загриферить дом первыми и добыть 10 шалкеров. Ну, 15. 15 шалкеров. Так что сейчас забирайте все ресурсы, которые есть в этих шалкерах себе. Итого, в команде красных всего 4 шалкера. В команде красных есть алмазный меч, алмазный шлем, 9 алмазов и 3 золотых яблока. А вот у команды синих как раз-таки имеется 32 алмаза на всю команду. 16 морковки и 4 золотых яблока. Но это не означает, что они еще полностью победили. Все, погнали. Следующее испытание. Перед вами задачка. Я ее читаю вслух. Двое рабочих заработали вместе 900 реликов. Один работал 2 недели, а другой 4 недели. Сколько реликов заработал каждый? Перед вами сейчас будет вариант ответов. Пожалуйста, подходите к каждой двери. Команда синих направо. Он знает ответ. Кто? Ну, отлично, тогда не говори, иначе ты будешь минус. Все встаньте, БФ, 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 в команде синих. Эээ. Я читаю. Что? Что читаешь ты? Ты спрашиваешь у своего одноклассника, какой ответ. Я все видел. Я все видел, все слышал. Я правда читаю. Эээ. Вы там что? Вы что тут шепчете? Ученикам предстоит выбрать один из предложенных вариантов. Первый вариант это 400 и 500 реликов, второй вариант 650 и 250 реликов, и третий вариант 300 и 600 реликов. Мне кажется, вот этот правильный ответ. Ну, выбирай. Ихать. Выбирай, 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 выбирай. Я. Он справился. И как мы можем с вами наблюдать, ученики с энтузиазмом отвечают на этот вопрос. Можно я? Я готов. Как ты думаешь, какой правильный? Это правильный ответ, я тебя патруляю. Молодцы. Болцово, я верил тебе. И даже спрашивают у одноклассников, какой правильный ответ. Я не могу. Я понял, я понял. Я понял, я понял. И благодаря этому отвечают. Для некоторых этот вопрос был тяжелым. И сразу после ролика заходи на лучший грифический серий Реливор, утопите на экране в описании, я здесь играю даже сейчас. Итого, что у нас получается имеется. Команда синих ответила полностью правильно, а вот в команде красных ответила только два ученика. Это награда команды синих за то, что они ответили правильно на вопрос. А это награда команды красных, так что забирайте ее. И вот награда команды красных, все. Пока что счет у нас 3-1 в пользу команды синих. Что ты, что ты радуешься? Я радуюсь за свою команду. Это еще не финал, чтобы вы понимали. И к следующему заданию будут допущены только те ученики, которые смогут активировать портал. Кто не активирует, тот не участвует. У вас в комнате находится портал в ад. Ваша задача его активировать. То есть вы должны найти для начала правильную плиту, которая активирует, ну скажем так, помогает активировать этот портал. И дальше вы можете использовать вещи, которые есть в сундуке. И с помощью этого сундука догадаться, что от вас требуется. И на это все у вас будет ровно 1 минута. 1, 2, 3. Минута пошла. Так, ну слушайте, ваша задача сейчас найти правильную кнопку. И это сделал Аксанезан. Слушайте, он, я так понимаю, уже получил свой редстоун. И сейчас ему нужно всего лишь активировать портал. И у него это получилось. У вас остается 40 секунд на то, чтобы как раз так активировать. Второй ученик справился, я его поздравляю. Получается, счет пока что 1-1, как вы понимаете. И пока что даже капитан команды БФ не может активировать портал. А где эта ёкарная кнопка? И остается буквально 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Все, время вышло. Как я не попал? Я попал в неё, она просто пропала. Чтобы вы понимали, БФ не справился с этой задачей. И получается, что из его команды всего справилось 2 ученика. Так что команду красных я поздравляю с победой. И сейчас они получат награду. И команда красных зарабатывает вот такие ресурсы. Как вы понимаете, это нифига себе. 20 алмазов на команду, это считай почти фулл алмаз. А вот команда синих получает в 2 раза меньше. Поэтому я извиняюсь, капитан БФ. Кто же знал, что ты не сможешь это пройти? Кто же знал? Забирай, 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 забирай алмазы. Но зато, зато вы выиграли в гриферстве. А вот команда красных оказалась умнее и проворнее вас. Как вы понимаете, с испытаниями с механизмом победила команда красных. И там все 4 портала были активированы. Поэтому они все вчетвером участвуют в сплифе против 2 синих. Я вас, конечно, поздравляю. Бой будет очень интересный. Но победитель будет всего один. Поэтому 1, 2, 3. Понеслась. Ой-ой, ну слушайте. На самом деле, на самом деле, 1 красный сам случайно упал. Я не знаю, возможно, у него такая тактика, которой он придерживается. Но на самом деле сейчас у синих достаточно много шансов. Потому что двое красных уже сами упали вниз. Мне кажется, они своих же как раз таки подталкивают. Команда красных использует достаточно интересную тактику. Они подкапываются снизу для того, чтобы у команды синих не было шансов. И у них это получается. Потому что только что один синий на втором уровне. И один на предпоследнем. Йо-карнули, ты вообще, бейвик. Сейчас идет борьба не за жизнь, а насмерть получается. И это, на самом деле, очень интересное сражение. Двое синий сейчас находится в самом низу. И если синие правильно скинут команду красных с верхнего уровня, то им не повезет конкретно. Так только что упал красный. Упал синий. Я так и осмолодил. Я что за синий? Подождите. И в итоге у нас остается 1 красный аксонизан, который просто был наверху. И, как вы понимаете, команда красных выиграла в этом испытании и получает дополнительные ресурсы. Уважаемые ученики, следующее задание на нашей контрольной работе. Я вас сейчас всех телепортирую. Сейчас вопрос будет по химии. Из каких ингредиентов состоит зелье ночного зрения? Отвечать не надо. Я понимаю, что ты вундеркинд у нас в классе. И вам нужно, ну, сказать, из чего оно варится. Поэтому давайте, как обычно. Синие, к синей двери красные, красные давайте. Так, а что это? Что это? Что это? Что это? Тишина в классе. Я время спросил. Время спросил? Время спросил. Так, а ты что? Я все вижу, аксонизан. Ай, шалун. Так, все, тишина в классе. Давайте, все. Это же контрольная работа. На контрольной работе не подсказываем, что вы списываете вот это вот. Давайте так, чтобы никто не успел выбрать, быстро все зашли в комнату. Быстро все в комнату зашли. В каждую, каждый в свою дверь. Быстренько. Оп. Пока не отвечаем. У вас есть время подумать. Давайте. Эээ, ты что спрятался, а? Аксонизан. Вот хитрый, хитрожопика. Так, смотрите. Перед вами три варианта. Это сахар, бутылек воды и огненный порошок. Либо же бутылек воды, огненный порошок и слеза гаста. Либо же огненный порошок, морковка и вода. Вам нужно понять, как варится зелень ночного зрения. Давайте так. Чтобы было веселее, у вас будет 30 секунд на ответ. Как на контрольной работе? Поехали. Время, если что, пошло. У вас остается 25 секунд. Кто следит, шутки? Да, парень, давайте короче. Кто-то вверх, кто-то во втором, кто-то в третьем. И потом уже поймем. А, вы решили первая, вторая и третья. Ну, на самом деле, хорошая тактика. Пять секунд остается. Кто не успевает, тот прыгает. Три, два, один. Стоп, все. Время вышло. Кто не успел, тот опоздал. Е, мы все. Чтобы вы понимали, команда красных полностью ответила неправильно. То есть у них был вариант ответить как минимум два раза правильно. И в итоге они все из-за того, что было ограниченное время, проиграли. Но команда Синих получает всю награду себе получается. Мы стали все-таки умнее. Никита подсказал, мы все видели. Да, Никита подсказал. Я считаю, что это клевета. Это клевета, это ложь. Это клевета. Моя, моя команда. И стыдно должно быть. Уважаемые подписчики, к вам вопрос. Никита Бефф подсказывал, либо же нет. Потому что вы же тут рядом с Синихом сидите. Я не мог подсказать, я не знаю, как оно варится, понимаете? Подписчики, напишите в комментариях, что он ничего, либо же нет. Ладно, все. Итого, награда Синих за это испытание вот эта. На самом деле, нифига себе. Уважаемые ученики, это предфинальное испытание. В котором будет зависеть то, как хорошо вы займете оборонительную позицию. Либо же обустроите свой замок. То есть ваша задача сейчас сделать защиту от противника, который будет на вас наступать. Говорю сразу, я подброшу монетку. И капитаны, кому повезет? Кто будет нападать, кто будет защищаться? У вас будет ровно 3 минуты на то, чтобы построить укрепление и скрафтить себе броню и мечи. И все остальное, что вам понадобится. Раз, два, три. Время пошло, погнали. На самом деле, это очень умный подбор. Как вы понимаете, команда красных Оксани Зан делает настоящие цыганские вещи. Главное, чтобы он сейчас сам случайно не упал. И на самом деле, у него это получается достаточно неплохо. Так, посмотрим, какую оборону и вообще крепость делает команда Синих против Красных. И на самом деле, они ничего не делают. То есть, у них тактика такая. Они, я так понимаю, на все 100% уверены, что они будут атаковать. И, если честно, я не представляю, как они будут защищаться. Но посмотрим, посмотрим, потому что будет финальное ПВП. С учетом тех ресурсов, которые они как раз таки добыли. А вы напишите в комментариях, за какую команду вы болеете. За красных, либо же за синих. И слушайте, сейчас вот Гагауст на самом деле делает правильно. Он делает здание, в котором, я так понимаю, будет какая-то у них башня, и они будут по ним стрелять. На самом деле, прошло 2 минуты, а их капитан в это время крафтит им всем броню. А в это время команды Синих что? Что делает? Посмотрите, а? Беф построил... Что это? Что это? А бронитель... Э, Беф, ты что делаешь? Это же... Это же не оборона! Это от кого ты будешь защищаться? От девушек? Перевернутый молотка. Я собирался от вас, учителя, броняться. Так, ну ладно. В принципе, вы этого ничего не видели. Команда Красных в этот момент, на самом деле, раздает броню. У них остается ровно полторы минуты на все то, чтобы как раз-таки приготовиться к сражению. С учетом того, что команда Синих немножечко опоздала, у них достаточно хороший результат, потому что они укрепили, я бы сказал, большую часть стены. И на самом деле, тактика Красных мне прям очень сильно нравится. Но, чтобы вы понимали, у них осталась ровно одна минута. Один человек из команды Красных поджег сам себя! Он гений! У команды Синих крепость выглядит примерно вот таким вот образом. То есть, они построили, я не знаю, это дом или что это такое. В любом случае, у них остается еще буквально несколько секунд. Десять! Девять! Ну, слушайте! Пять! Четыре! А вот команда Синих, на самом деле, построила хороший оборонительный пункт. Три, два, один! Стоп! Стоп-стоп-стоп-стоп! Все! Какая у тебя тактика? У меня очень гениальная тактика, короче. Смотри, они прокопаются к нам, уберут эти стенки, они прокопаются к нам. Думают, а, они такие дурочки. А тут их что-то, такой сюрприз. У тебя что? Как говорил чемпион Молдовы, самое главное не сдохнуть. Я постарался сделать так, чтобы все тиммейты могли подняться наверху и там обстреливаться. Ну, а я спущусь вниз и нападу. Мы услышали тактики учеников, и сейчас, раз у нас будет финальная ПВП, я попрошу выйти двоих капитанов. Пожалуйста, давайте. Как видите, у меня сейчас в руках есть монетка. Получается, это орел, вот это орел, а это у нас решка. Орел. Чья монетка выпадает, те выбирают атаковать или защищаться. Готовы? Давай. Раз, два, три. И в итоге выпадает орел, как вы видите. Выбирай, атака или защита. Мы выбираем защищаться, потому что это самое оптимальное решение. Напоминаю, победитель получает 10 тысяч, а лучший игрок получает ютуберку. Кроме ЭБФ. У него и так ютуберка. Если мы проиграем, я лишусь ютуберки. Правильно, туда его. Ну что ж, у нас начинается финальное ПУП. Чья команда в этом испытании проигрывает? Та, в принципе, и проиграла. А чья выигрывает, забирает 2 тысячи лей и 10 тысяч рублей. Поэтому на счет 3. Готовы? Три, два, один. Поехали. Ну слушайте, на самом деле, команда синих построила такую стену, через которую сами не могут пробраться. А вот команда красных сейчас потихонечку пробирается. И как мы можем с вами наблюдать, у них достаточно хорошо получается пробраться. Как видите, тут начинается серьезное ПУП. Только что скинули одного игрока, Аксанин Залон сейчас пытается скинуть. И вся команда против Бэфа. Против Бэфа сейчас объединяются. И как вы понимаете, они сейчас могут втроем забрать одного Бэфа. На самом деле... Так, смотрим, смотрим. Минус 1. Бэф забирает еще одного. Получится ли у него забрать лидера команды красных? 1 на 1. Это финальное сражение. Как вы понимаете, синих в команде 3. Красный только что забирает еще одного участника команды. Синих. И он сейчас убегает на скорости второй. Красный, тебе облазил? Если он сейчас сможет отстроиться и заставить капитанов других команд прийти... Все. Все, победил. Площадь. Аксанин Залон жив. Аксанин Залон жив. У нас, оказывается, есть супер секретный агент, который на самом деле жив. И он сейчас перебирает ресурсы. Я на самом деле думал, что это конец. Но нет. Аксанин Залон жив. Он кушает золотые яблоки. И на полном серьезе сейчас собирается сражаться с Бэфом и НКСН. Они, как видите, его уже заметили. И сейчас пытаются со всех сил прийти к нему. Да, чувак, гости, гости, гости просто. Медленно, беги, беги. Брат, на кого ты напал? Минус! И все, получается, команда синих выиграла 10 тысяч. И я очень ужасно. Спасибо за игру. 100 тысяч лайков и выйдет еще один ролик в школе. Если, конечно, лайки наберете, а можно даже и больше. Ну и раз я сегодня ваш учитель информатики, держите. Каждому по шоколадке контрольная работа окончена. А вы заходите на лучший грипплик стерео Релли Ворлд. Подписывайтесь на канал и на 6 миллионов выйдет юбилейный ролик. Так, я тоже большой потанцевал. И смотрите ролик слева от меня. И справа тоже ничего такого, подписывайтесь.